Сегодня в программе мы поговорим об Иисусе Христе как о вечном Слове Божьем. Какое сильное откровение. Оставайтесь с нами, вы не захотите пропустить сегодняшний выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Божьих благословений и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрд Шнайдер. Вначале я хотел бы помолиться за вас. Отец, спасибо за всех, кто смотрит эту программу. Я знаю, что у каждого из нас свои уникальные обстоятельства в жизни. Но где бы мы ни находились, ты рядом. Отец, мы славим тебя за это и благодарим тебя. Спасибо за то, что ты никогда не оставишь и не покинешь нас. С тобою мы больше, чем победители. Спасибо тебе, Отец. Мы славим и поклоняемся тебе. А еще я прошу во имя Иисуса об откровении и вере в серии программ о Евангелии от Иоанн. Заряди нас своим Святым Духом и укрепи нас в своей великой любви. И я прошу от имени всех наших телезрителей, которые присоединились к нам для того, чтобы получить великое откровение от тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодня мы начинаем новую серию программ, которую я назвал «Тайны Евангелия от Иоанна». Первые три Евангелия названы синоптическими Евангелиями. Они названы так, потому что охватывают очень похожий материал. Матфея, Марка, Луки, все они описывают одни и те же исторические события в жизни и служении Иисуса Христа. Однако, Евангелие от Иоанна отличается от них. В нем сокрыты глубокие тайны. И в ближайшие недели мы будем разбирать эти тайны. Я надеюсь, она станет для вас настоящим благословением. Мне очень нравится Евангелие от Иоанна. Но давайте же начнем. Начнем мы с самой первой главы. Если вы смотрите нас регулярно, то я приглашаю вас взять свои Библии, сесть перед экраном и делать записи. Вас ожидает удивительное послание. Итак, начнем Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Я хочу, чтобы вы поняли, что речь идет о времени до воплощения Иисуса. Иисус, Бог и человек, появился в истории человечества в пространстве и времени. Об этом сказано в первой главе, 14 стихе. Иоанн пишет «Слово стало плотью». Итак, Евангелие от Иоанна начинается с таких слов. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». А в 14 стихе Иоанн пишет «И Слово». «А кто это Слово?» «Это Слово» — это Бог. Оно всегда было с Богом. И это самое Слово стало плотью. Давайте сконцентрируемся на Слове «Слово». «Слово стало плотью». Очень часто, когда христиане слышат выражение «Слово Божие», они сразу же думают о Библии. Но Слово Божие больше, чем просто Библия. Библия — это Слово Божие. Но Слово Божие — это более широкое понятие, чем Библия. Слово Божие — это Сам Бог, Который был всегда. Он есть всегда. Давайте еще раз посмотрим на Писание. Я хочу, чтобы вы это увидели. Снова прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И вот мы снова видим, что Слово было всегда, но в пространстве и времени. Примерно 2000 лет тому назад Слово стало плотью. Сам Бог пришел на землю, принял человеческий облик и стал видимым проявлением Слова Божьего. Подумайте. Очень часто под Словом Божиим мы подразумеваем только Библию. Но когда вы приняли Иисуса, живое Слово поселилось внутри вас. Иисус сказал, что когда мы принимаем Духа Святого, то уже не нужно, чтобы кто-то нас учил, потому что Он Сам научит нас всему. Это не означает, что нам не нужны учителя, пасторы, чтение Слова. Это означает, что мы приняли Бога, Который есть живое Слово. Недавно я слушал библейскую программу, которую я составил под названием «Ухватись за мое Слово». Если вам интересно, то вы можете заказать ее на нашем сайте. Я изучил весь Новый Завет, взял слава авторов Нового Завета и слава Иисуса и превратил их в личные библейские утверждения. Например, Павел написал такие слова. «В нем вы сделались целостными, а я превратил его в личное утверждение, которое я исповедую так. В нем я сделался целостным». Или «я целостный во Христе». Так я исповедую Слово. Я месяцами изучал эти личные библейские утверждения. Иногда казалось, что я просто повторяю одно и то же. Но однажды, когда я был расстроен, я спросил, «Господь, эти слова действительно меняют меня? Кажется, что я просто повторяю Твое Слово, и ничего не происходит». «И затем Дух Святой обратился ко мне и сказал, «Мое Слово трансформирует тебя». Помните, Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Мое Слово очистило тебя». Я не знал, имеет ли какой-то толк то, что я исповедую Слово. «Меняет ли оно меня?» И вот Господь сказал мне, «Тебя меняет не только написанное Слово. Да, оно меняет тебя, когда ты веришь в Него, читаешь и провозглашаешь. Но также тебя меняет Слово, которое внутри меня, то есть внутри нас с вами, обитает живое Слово». Мы читали, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А в 14 стихе сказано, что Слово стало плотью. Кто это Слово, что стало плотью? Это Иисус. «Если вы верующие, то кого вы приняли? Вы приняли Иисуса». Это означает, что живое Слово Божие, Рэма, живет внутри вас. И Господь сказал мне, что я не исповедую только написанное Слово. А живое Слово Божие внутри меня. И когда Бог применяет истину к моему сознанию и сердцу, когда Он дает мне Божественную интуицию через внимательное слушание Духа Святого, когда все это происходит, живое Слово внутри меня начинает трансформировать меня или менять меня. Слово Божие — это Иисус. И Он живет внутри вас. Христос — вас, надежда славы. А когда вы практикуете интуитивное слушание Святого Духа, когда вы верите в то, что Иисус и Дух Святой внутри вас, а также прислушиваетесь к своей интуиции, обучаете себя написанному Слову Божьему, когда вы открыты голосу Святого Духа в вашей жизни через сны, видения, пророчества и особенно ваше сознание, это Слово меняет вас. Я приведу один пример. Я экстраверт. Возможно, вы тоже экстраверт. И вот несколько лет назад Бог показал мне, что нужно осознать, куда я трачу свою энергию. Я не читал об этом в написанном Слове. Но интуитивно Господь принес эту мысль в мое сердце и разум. Он дал мне осознание того, что мне нужно контролировать свою энергию и разобраться с языком моего тела. Мне нужно было стать более внимательным к моему окружению и к другому человеку, с которым я вел беседу. Я должен был стать более чувствительным к тем, кто меня окружает. Бог дал мне эту информацию через живое Слово, которое живет внутри меня. Он проявлял это Слово в моем разуме, в моем сознании и сердце. Как вы видите, Бог пришел на землю с небес, как божественное Слово. Слово было всегда. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. А затем Слово стало плотью. А еще, как писал Иоанн, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, то есть Бог, дал власть быть чадами, быть детьми Божьими. А если вы Его, то вы приняли Слово. Слово живет в вас. У вас есть написанное Слово. И это единственный устав для нашей веры и нашего поведения. А еще внутри вас есть живое Слово. В книге Откровения Иисус говорит так, «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». Вы получили Слово, а Слово — это Дух живого Бога. Получается, что живое Слово, которое живет в вас, всегда говорит к вам. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живы. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле, я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование? Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которой прикоснулось наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Вернемся к нашей программе. Итак, посмотрим книгу Откровения. Там Иисус говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Как проявил себя Дух Святой, когда пришел во второй главе Деяний апостолов. Он явился как языки. Языки пламени. Почему Дух Святой проявил себя как язык? Потому что язык — это говорящий оракул. когда мы приняли Духа Святого, мы приняли способность слышать Бога и говорить Богом. Язык — это ключ к общению. То есть, Дух Святой говорит вам Слово Божие, и Он делает это через написанное Слово и через живое Слово, Иисуса, которое живет внутри вас. В нашей жизни нам нужно согласие между написанным Словом Божиим и живым Словом Божиим. А вы знали, что сам Иисус сказал, и это записано в Библии. Он сказал, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». То есть, Иисусу есть что сказать. И это не записано в написанном Слове. Он сказал, что это не будет противоречить написанному Слову. Но если вы не можете понять, о чем я, я попробую объяснить на примере. Например, если вы хотите сменить работу, то вы можете обратиться к Богу с этой просьбой. Вы можете попросить Бога о водительстве. Вы можете попросить Его показать вам, какая работа подходит вам. Да, можете. Мы ожидаем и верим, что можем прийти к Нему с этим. Но можете ли вы понять, какую работу вам выбрать? Из написанного Слова. Или вы скорее будете знать об этом через свидетельство Святого Духа в вашем сердце и через Живое Слово. Если вы встретили человека и не знаете, вступать с ним или с ней в брак или нет, то разве написанное Слово скажет вам, подходящий ли это человек или нет? Наверное, нет. Можете ли вы просить Бога подтвердить вам, тот ли это человек? Конечно. И как это произойдет, это произойдет через Живое Слово, через Иисуса, Который всегда с вами и в вас. Я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус ваш Живой Спаситель. Наша вера не ограничивается лишь чтением Библии. Мы не ограничены лишь чтением того, что Иисус сделал для других людей. Тот же Иисус, Который явил Себя Петру, Иакову, Иоанну, тот же Бог, Который говорил с Моисеем, Авраамом, и Зикилием, и Иеремией, и прочими людьми. Он является вашим Богом. Он все еще жив. Наш Бог, Бог настоящего времени. И Он разговаривает со Своими людьми сегодня. Дух Святой излился на людей, и это было так сильно, что те, на кого Он излился, не могли удержать равновесие. Те, кто наблюдали за этим, подумали, что они пьяны. Но Петр поднялся и сказал, «Нет, эти люди не пьяны, как вы предполагали. Сейчас лишь три часа дня. Но это именно то, о чем когда-то говорил Иоиль. В последние дни, говорит Господь, «И залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И так же на мужчин и на женщин в те дни и залью от Духа Моего». Все это пророчество, сны, видение. Это форма общения новозаветной церкви в последнее время. Я хочу вдохновить вас поверить великого Бога в то, что Он Бог настоящего. Он жив, и Он всегда рядом с вами. Он все еще говорит. Он говорит со мной и ходит со мной на всех моих путях. Иисус — это живое слово, и Он продолжает говорить к Своим детям и сегодня. Мы идем далее. У нас третий стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Чему мы здесь можем научиться? Тому, что через Иисуса живое слово Божие, которое существовало всегда, Бог создал мир. Я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус — это Бог в человеческом теле. Но Слово Божие или Сын Божий существовал всегда. Иными словами, Бог воплотился в человека. Он облегся в плоть и кровь в какой-то момент в истории. Это произошло две тысячи лет назад. Но Слово Божие больше Иисуса, потому что оно существовало всегда. Иисус — это телесное воплощение живого Слова Божьего. Но Слово Божие существовало всегда, еще до прихода Иисуса в теле. Надеюсь, вы меня понимаете. Поймите меня правильно. В Иисусе была проявлена вся полнота Божества. Но Иисус — это лишь телесное воплощение Слова Божьего, которое существовало всегда. Когда мы поклоняемся Иисусу, мы поклоняемся не человеку, а Богу. Когда мы поклоняемся Иисусу, мы не говорим, что Бог — это человек. Мы не поклоняемся человеку. Мы поклоняемся Богу, который воплотился в человека. Надеюсь, вы меня услышали. Иисус — это Бог воплоти. Когда мы поклоняемся Иисусу, мы поклоняемся не человеку, а Богу, принявшему человеческий облик. Бог — наш Спаситель, и Он проявился в этом мире, в физической форме, как Иисус. Ну и в завершении я хотел бы сказать, что в Иисусе мы имеем полностью Бога и полностью человека. Иисус — полностью Бог и полностью человек. И Он стал мостом между Богом и людьми. Поскольку Иисус — Бог, Он может общаться как Бог, то есть в Духе. Но поскольку Он еще и полностью человек, Он общается с нами, как кровь и плоть. Мы рождены как Дух, но у нас также есть плоть. Итак, Иисус общается с Богом, как Бог, а еще Он общается с нами. И вот почему Иисус — это мост между Богом и людьми, и между людьми и Богом. И мы благодарим нашего Небесного Отца за то, что Он подарил нам такой дар. Отец, спасибо Тебе за Иисуса. Спасибо за то, что послал к нам Своего Сына. Господь, мы поклоняемся Тебе, как нашему Спасителю. Каждое колено склонится, и каждый язык признает, что Иешуа Хамашиах — Иисус Христос. Господь во славу Бога Отца. Не пропустите нас на следующей неделе. Мы поговорим о тайне Троицы. Я люблю вас. Пусть Бог вас благословит. С вами был Равин Шнайдер. Шалом, возлюбленные! Равин Керт, я решила перестать быть временным даятелем и стать партнером. Сегодня мне позвонили помазанные члены вашей молитвенной команды. И слава Божия осенила меня настолько сильно, что я заново посвятила свою жизнь и все мои цели воле Божией. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Да благословит вас Господь и сохранит вас, да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и дарует вам мир, как своему любимому ребенку». Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как Бог может быть Отцом, Сыном и Святым Духом и при этом быть единым? Тогда вы не захотите пропустить нашу следующую программу, когда мы будем говорить о Троице. «Да благословит вас Бог, возлюбленная!» Я никогда не думал, что стану пастором и еврейским раввином. Мое служение просто стало последствием моего хождения с Богом. И когда я все-таки решил получить богословское образование, мое главное желание было больше познать Бога. И тогда Бог начал поднимать меня. Так началось мое служение. Оно стало результатом моего личного хождения с Богом. Теперь, когда Бог призывал меня проповедовать Евангелие по всему миру, через телевидение и Крусейды, мне особенно нужна ваша помощь. Я не смогу это делать без вас, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сеете в это служение и становитесь партнером, вы получите награду за души, которые были спасены и изменены через это служение. Вы получите благословение, когда придет Иисус. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.